Всем привет, дорогие друзья, с вами Юга, и мы снова с вами возвращаемся в группу ИД-2. И в сегодняшнем видео я вам расскажу, как можно интересно пройти в соло на Дэдфише миссию под названием Найт Клуб. Всё, что нам для этого нужно, как вы уже догадались, это турелька, кумулятивные снаряды и немножечко везение. В самом начале миссии мы просто тупо с вами идём, перед этим купив грузовик для запроса добычи канистр, желательно хотя бы одну. И идём медленно к входу, забираем эту канистрочку и разрываемся прямо в клуб и убиваем всех охранников, самое главное, чтобы они нас не замочили в самом начале уже миссии. Вот, пробираемся, если повезёт нам, то встретим менеджера ещё по дороге. Вот, в начале цивилина, конечно, убили. Вот, этого менеджера пока что нигде не видно, но вот, вот, да, одна карточка есть уже охранник, это уже есть хорошо. В идеале, конечно, надо две найти, чтобы нам поменьше эти четыре тратить и как можно быстрее закончить эту миссию. Менеджер, скорее всего, наверное, вот, да, вот, на этой верхней комнате, хотя его тут тоже не видно, зато тут сидит он за столом, охранник, хорошо засел. Ой, еле снял его, конечно, нет. Да, походу менеджер уже успел смыться, но на самом деле прохождение этой миссии довольно много, их даже пять или четыре, наверное, скорее всего. Но, тем временем, мы с вами вот пока что бежим в туалет и устанавливаем там нашу турель, чтобы все менты на неё агрились, вот. Мы оставим её рядом вот с этим вот унитазиком, вот, прямо, да, вот, перед ним и заберём эту тысячу, вот, которая, может, халявная. Способов четыре, как мне кажется, пройти эту миссию, это первый Тупо Раш, второй Стейлс, третий, как раз, да, с помощью турели пройти это всё дело можно. И четвёртый способ, как я вот заметил, вот, перед этим пока не записывал видео, есть ещё один интересный способ. Нам для этого всё ещё понадобится один перк, это второй перк справа у Доминатора, который на 50% дольше оставляет цвилина в шоке, типа, когда вот мы начинаем такое ограбление. То есть этот перк должен работать очень слаженно и быстро, и вы также должны тоже двигаться слаженно и быстро. То есть вы вноситесь, выбиваете всех охранников и попутно разбиваете стёкла, стреляете из автомата, всё такое, чтобы цвилины никто не поднимался и никто не за неё в полицию. А, в принципе, если кому-то интересно, то можно сделать даже по этому отдельное видео. А то, тем временем мы сейчас с вами закладываем кумулятивные снаряды, подрываем все дверьки, которые у нас есть. Да, это, кстати, последняя дверь, да, скорее всего, значит, сейф там у нас лежит. Так что вот эту миссию, если вы проходите с турелью, то нужно всё делать, конечно, по таймингу. Нам нужно уложиться примерно в 9, максимум 10 минут, потому что, как вы знаете, на 9-10 минуте на тиши заканчивается штурм, и у вас будет довольно много проблем. И вот, в принципе, уже мы открыли все сейфы и вот ожидаем уже фургончика. Фургончик приезжает как раз через 4 минуты после открытия сейфа с наличкой. И мы сидим, ждём, ждём, когда он приедет. Вот, как раз вот, да, закончился штурм, и лучше вам бежать со всех ног, если он появится с нашего начала миссии. То бишь, это надо через главный ход выйти, через дорогу перебежать, ещё и на задний двор завернуть. Их, кстати, очень много, кстати, клокеров. Но лучший вариант, конечно, если он появится на заднем дворе, там всего лишь-то нам понадобится либо открыть, либо взорвать эту дверьку железную и просто выйти уже. Хотя там тоже проблем может быть много, там может и дозер заспавниться, и клокеров. Хотя мы проходим эту миссию соло и без ботов даже, так что клокеры нам не помеха. А самая главная наша угроза, это будут тезеры, кемперы и кто там ещё, дозеры, скорее всего. Но хотя дозеры тут на Дэд Виша с таким-то перком, недовольно, не опасные даже. Они вряд ли до вас попадут ещё. Но вот тут вот мне повезло немного, вот штурм уже от стола начался, пока фургон не приехал. Так что сейчас основная масса ментов, да, вот она за 30 секунд, думаю, сядет с того турель, и я смогу спокойно убежать отсюда. Потому что если я тут сольюсь в самом конце, это будет уже довольно печально. Да, вот переехал в фургон, как назло, с самого дальнего конца, к которому мне нужно бежать. Так что сейчас мы берём ноги в руки и несемся просто туда, зная, что у нас вокруг тут менты сидят, вот они уже тут в ходе сидят, за кассой. Вот они, куча стоят на улице просто, их толпищи. И вот куча клокеров засел, как раз ждут нас, когда мы будем убегать к нашему фургончику. Но они у нас не трюк, потому что мы играем в соло, так что... Это ГГЕСИМ. Я посчитал, и пройдя эту миссию примерно 8-9 раз, самый максимальный пейдей составляет около 4,5 миллиона, если у вас заспанируется полностью 8 сумок кокаина и 4 сумки налички. В плане опыта, если вы проходите в соло, то это где-то будет... 333, что ли, тысячи... Ну 320, ну 330, хорошо. Так что, в принципе, это неплохой фарм для нас. Ну что, друзья, всем, кому понравилось это прохождение Найт Клуба, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. В следующем видео я расскажу вам, как можно пройти любой Дэдвиш банк, точнее, ограбление наличкой золота или ячейки и так далее. И еще раз скажу один способ, как можно пройти Найт Клуб без использования турелей, читов, ЕЦМов и все такое прочее. Всем спасибо за внимание и до скорой встречи. Всем пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин